Среднемесячная зарплата одного работника во втором квартале составила 186,5 тысячи тенге. По данным аналитиков, за год средняя заработная плата в стране увеличилась почти на 15%, а реальное увеличение зарплаты, рост покупательской способности с учетом инфляции, составило почти 9%. Отмечается, что это максимальный показатель в последние годы. С начала года в 1,5 раза повышена минимальная заработная плата, а также снижена в 10 раз налоговая нагрузка для работников с низкой зарплатой. С 1 июня повышена зарплата отдельных работников бюджетной сферы – до 30%. На сегодня более чем 1,1 миллиона низкооплачиваемых работников получили прибавку к заработной плате в среднем на 31%, сообщили аналитики. Наибольшая среднемесячная зарплата традиционно приходится на Траусскую область – 325 тысяч тенге, годом ранее – 291 тысяча. В первую тройку также вошли Мангистаусская область и Нур-Султан. Замыкают топ-5 Алматы и Западно-Казахстанская область. Наименьшая зарплата наблюдается в Жамбылской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях. Отмечается, что только в четырех регионах средняя зарплата превышает среднереспубликанское значение. Причем в Атраусской области она выше на 74%, в Мангистаусской – на 55%, в Нур-Султане Алматы – на 54,22%, соответственно. Наибольшие зарплаты получают работники финансовой и страховой сферы – 458 тысяч тенге. Это почти на 30% больше, чем годом ранее. В отрасли горнодобывающей промышленности среднемесячная зарплата равна 387 тысячам, плюс 2,7% за год. Замыкают тройку отраслей с наибольшей заработной платой профессиональная, научная и техническая деятельность – 315 тысяч тенге, плюс 9,6%. Также в топ-5 отраслей вошли информация и связь – 275 тысяч, и строительство – 233 тысячи. Комитетом по статистике был проведен опрос по качеству жизни населения. По результатам выборочного обследования домашних хозяйств 60% респондентов, по субъективной оценке, удовлетворены своей жизнью в целом. При этом в сельской местности удовлетворенных значительно больше – 69%, чем в городской – 54%. Мужчин, удовлетворенных своей жизнью, больше, чем женщин – 62% и 58%, соответственно. По сравнению с аналогичным обследованием предыдущего года уровень удовлетворенности жизнью значительно увеличился – в 2018 году – 57%. По уровню материального обеспечения, достатка – 69% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности. Низкий уровень обеспеченности указали 0,4%. Лишь 0,3% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности. Продолжение следует...